Мощный. Атлетичный. Техничный. Три слова, которые идеально описывают Камару Усмана. Сейчас он доминирующий чемпион UFC, но этот успех никогда не стал бы реальностью не быть за спиной нигерица, опытных наставников и эффективной тренировочной системы. Сегодня мы расскажем, какие тренеры и какие тренировки превратили обычного борца в совершенного полусредневеса современности. В детстве нигериец тяготел к наукам и мало интересовался единоборствами. Он начал заниматься борьбой только в 15 лет, однако благодаря врожденным физическим данным и трудовой этике сумел быстро адаптироваться к реалиям жестокого спорта. Я начал бороться в 10 классе и в первый же год прошел отбор на чемпионат штата. В итоге я занял третье место, но легко укладывал парней, которые занимались борьбой 6-7 лет. Камару поставил себе цель стать чемпионом штата. Он понимал, что начал заниматься борьбой слишком поздно, поэтому задумал наверстать упущенное профессиональным подходом. В 16 лет Усман разработал специальную тренировочную систему и рацион питания, которым строго следовал на протяжении соревновательных сезонов. Я сам заполнял свои пробелы. Рядом со мной не было человека, который говорил бы, как нужно правильно тренироваться, улучшать выносливость, балансировать питание, гонять вес. Нет, я изучал и делал все сам. Камару не удалось стать чемпионом штата, но последний сезон нигерейд завершил солидным рекордом 53 к 3 и получил приглашение выступать за колледж Аювы. В первый год он не сумел добиться значимых результатов, однако позже перебрался в университет Небраски, где к выпускному сезону стал чемпионом второй студенческой лиги весовой категории до 79 килограммов. Благодаря этой победе Камару попал в национальный Олимпийский центр. Он нацелился на Олимпийские игры 12-го года, но провалился в контрольных схватках. Распрощавшись с Олимпийскими надеждами, нигереец, который ничего не знал, кроме борцовского ремесла, решил зарабатывать на жизнь тренерской деятельностью. Я начал помогать профессиональным бойцам и узнал, что эти парни зарабатывают приличные деньги. Я всегда упорно тренировался, но за победу на борцовских турнирах получал лишь 2000 долларов, а бойцы за один вечер делали по 50-60 штук. Я подумал, что-то здесь не так. Камару задумался о карьере в ММА и начал посещать тренировки по буксу, но параллельно продолжал помогать профессиональным бойцам подтягивать борьбу. Однажды с аналогичной просьбой к нему обратился старый приятель Мухаммад Лаваль. Он попросил Усмана индивидуально поработать вместе с одним бойцом. Нигериец не стал спрашивать, о ком речь, а когда пришел на первую тренировку, то с удивлением обнаружил, что ему предстоит тренироваться с бывшим чемпионом UFC Рошадом Эвансом. Тогда Рошад был крупной звездой в ММА. Мы тренировались, а затем хорошо поговорили. Я не мог поверить, насколько крутым и приземленным парнем он оказался. Он говорил со мной, будто мы знакомы целую вечность. Камару и Рошад стали друзьями. Усман вошел в тренировочный лагерь Эванса, где получил возможность практиковаться вместе с профессионалами. После серии совместных тренировок Эванс был впечатлен способностями Усмана и настоятельно посоветовал товарищу перейти в ММА. Он пригласил его переехать во Флориду и присоединиться к команде Black Zillions. История Black Zillions началась в 2010 году, когда группа из четырех бразильских бойцов решила покинуть зал American Top Team. Все беглецы были клиентами менеджера Глена Робинсона, который решил создать новый зал для собственных бойцов. Он выкупил помещение в курортном городке Бокаратон, где с помощью ловких спонсорских соглашений сумел построить современный спортивный комплекс и нанять специалистов. Команду назвали Black Zillions, потому что на старте в зале тренировались только чернокожие и бразильцы. Главным тренером по ударной технике стал ветеран голландской школы кикбоксинга Генри Хуфт, а вместо ведущего специалиста по грэплингу занял элитный черный пояс Хорхе Сантьяго. На первых порах Black Zillions тренировались только малоизвестные бойцы, но в 2011 году Робинсон стал менеджером Рошада Эванса, после чего Сахарок перебрался в команду. Вслед за звездным полутяжеловесом во Флориду стали съезжаться десятки топовых бойцов со всего мира. К 2015 году под крылом Black Zillions помимо Усмана и Эванса тренировались Виттер Белфорд, Энтони Джонсон, Алистар Аверим, Тайрон Спонг, Стефан Штруве и Майкл Джонсон. Камару пришел в Black Zillions борцом, но всего за год тренировок проделал существенный прогресс в освоении смешанных единоборств. Овладев ударной техникой и подтянув грэплинг, в 2012 году нигерейц одержал первую победу в ММА. За последующие пять лет под знаменем Black Zillions Усман стал победителем Ultimate Fighter и ворвался в топ-10 полусреднего дивизиона UFC. На тот момент команда из Флориды была одной из лучших в мире, но затем начались проблемы. В 2017 году Робинсон погряз в долгах и был вынужден продать зал за 800 тысяч долларов. Он планировал в кратчайшие сроки приобрести новое помещение, но процесс затянулся. Между тем, тренер по ударной технике Генри Хуфт открыл собственный зал и бойцы массово начали переезжать к нему. Робинсон до последнего пытался сохранить команду, но в сентябре 2018 года менеджера сразил сердечный приступ. Смерть Робинсона ознаменовала конец существования Black Zillions. Когда тренировочный кэмп закрылся, Камару перебрался к Генри Хуфту. Голландский специалист вместе с тренером по борьбе Грэгом Джонсоном открыл зал в соседнем городе Форт Лодердейл. Изначально клуб назывался Hard Knocks 365, но позже тренерский дуэт заключил спонсорское соглашение с медицинской компанией Sanford Health, после чего зал получил новое название Sanford MMA и помещение площадью 10 тысяч квадратных метров. Первоначально тренерский штаб состоял только из Хуфта и Джонса, но позже команде присоединились прежний мастер по джиу-джитсу Хорхе Сантьяго, тренер по борьбе Кам Барзини и эксперт по функциональной подготовке Кори Пикок. На старте в Sanford MMA тренировались только выходцы из Black Zillions, однако сейчас, помимо старой гвардии, в команде числятся Майкл Чендлер, Робби Лоулер, Гилберт Бёрнс, Люк Рокхолд, Дерек Брансон и Рори Макдональд. Sanford MMA стал лучшиной версии Black Zillions. Костяк команды сохранился, но постепенно к нам начали прибывать новые ребята, которые помогли залу выйти на новый уровень. Я всегда хотел стать лучшим в мире, и это было идеальное место для реализации моей цели. Именно в стенах Sanford MMA Камару окончательно окреп, как полноценный боец смешанного стиля, эволюционировав настоящего универсала. За три года под эгидой клуба Усман вычистил элиту полусреднего дивизиона и стал доминирующим чемпионом. Все было идеально, но на пятки нигерийцу стали наступать собственные одноклубники. Когда Камару нокаутировал Ковингтона, следующим претендентом в дивизионе оказался Гилберт Бернс. Усман и Бернс тренировались вместе на протяжении 8 лет и имели за плечами более 200 раундов спаррингов. Но Бернс был не единственный. В Sanford MMA уже сформировалась целая группа топовых полусредневесов, жаждущих добраться до чемпионского пояса. Усман понял, если он хочет сохранить свои секреты и сохранить свой титул, ему нужно найти новый зал. Я думаю, что в конце концов я бы все равно ушел. В Sanford MMA было много полусредневесов. Если ты в качестве чемпиона ежедневно тренируешься с этими парнями, то они хорошо тебя изучат. Если однажды они тебя одолеют в спарринге, то будут облизывать губы, считая, что пришло их время. Так что я просто должен был уйти. Покинув Сенфорд MMA, Камару перебрался в Колорадо, в Войник Спортс, зал известного специалиста Тревора Уитмана. Будучи одним из самых высококвалифицированных тренеров в MMA, Уитман долгие годы успешно заведовал клубом Градж Трейнинг Центр, где занимались множество чемпионов мира по боксу и топовых бойцов смешанного стиля. Однако в 2016 году Уитман решил отказаться от идеи большого зала и сфокусировался на индивидуальной работе. Так явилась малая, но элитная команда ОНХ Спортс. В разное время через руки Тревора прошли Степа Меочич, Дональд Сирона, Шейн Карвин и Нейт Марквард, но когда большой зал был закрыт, Уитман решил работать только с двумя бойцами – Джастином Гейджи и Роузном Аюнос. Когда Тревор привел Гейджи и Намаюнос на вершину, перебраться в ОНХ Спортс пожелало множество топовых бойцов, но принял Уитман только чемпиона Камару Усмана. Мне нужен был зал, где я мог бы проводить индивидуальные тренировки и совершенствоваться в отдельных аспектах. Никто не мог обеспечить этого лучше, чем Тревор Уитман. Камару пришел в новую команду уже сформированным бойцом, поэтому основные усилия тренера были направлены на развитие отдельных навыков чемпиона. Заметный прогресс Усман проделал в ударной технике, усовершенствовав арсенал жестким джебом и лоукиком. Под руководством Уитмана нигериец провел две успешные защиты, деклассировав Хорхе Масвидалей, нокаутировав Гилберта Бюрнса. На данный момент Усман продолжает тренироваться в ОНХ Спортс, где прямо сейчас готовится к следующей защите титула. Стандартный тренировочный лагерь Камару Усмана длится около восьми недель и условно делится на три этапа. На первом этапе Камару методично увеличивает нагрузки. На данной стадии боец приводит тело в тонус, в основном выполняя тренировки по функциональной подготовке. На втором ключевом этапе Усман проходит через максимальные нагрузки. На этой фазе нигериец проводит весь спектр ММА-тренировок от сессии по боксу и борьбе до полноценных спаррингов. На третьем этапе чемпион сбрасывает нагрузки. В этот период боец готовит организм к конденсивной весогонке, отказываясь от нагрузок. Камару тренируются пять дней в неделю по два раза в день. Тренировочная система Усмана разделена на пять основных направлений. Ударная техника, борьба, джиу-джитсу, кардио-тренировка и спарринги. Для развития каждого аспекта у Усмана имеется отдельная программа тренировок. Для ударной техники Камару выполняет классический ассортимент упражнений, который преимущественно направлен на шлифовку боксерской техники. Усман работает на лапах, отрабатывает комбинации на снарядах, задействует гидравлическую грушу и практикует бой с тенью. Для борьбы Усман использует стандартный цикл тренировок, где основной упор делается на двух элементах – контроль сверху и граунд энд паунд. Для этого нигериец отрабатывает различные проходы, оттачивает борьбу у сетки, работает с лежачим снарядом и проводит борцовские поединки. Для джиу-джитсу чемпион задействует ограниченный состав упражнений, преимущественно ориентированных на атаку и защиту из положения сверху. С этой целью боец осваивает разнообразные приемы, пробует новые техники и проводит схватки по джиу-джитсу. Для кардио Камару выполняет широкий перечень упражнений, нацеленных на улучшение функциональной и мышечной выносливости. Полусредний вес занимается с метболом и канатом, упражняется на противонаправленной лестнице и грибном тренажере, работает с гирями и штангой, задействует перекладину и резиновые петли, использует велотренажер и бассейн. Отдельным элементом тренировочной системы Усмана являются спарринги, основная суть которых заключается в подготовке к особенностям оппонента и проработке стратегии на поединок. Для этого чемпион отрабатывает конкретные комбинации, занимается имитацией боя, стоит в парах со стилистически разными бойцами и проходит через полноценные пятираундовые спарринги. Большое внимание в тренировочном лагере Камару уделяет питанию. Сейчас Усман сотрудничает с компанией Трифекта, которая разработала для него специальную диету. Рацион чемпиона в основном состоит из белков, углеводов, витаминов, полезных жиров и большого количества воды. Стандартный завтрак Камару – это яйца с беконом, овсяная каша, тостовый хлеб и свежий сок. Дальше первый перекус из протеинового смузи и фруктов. На обед Усман ест отварной рис, куриную грудку или филе рыбы и салат из овощей. Затем второй перекус из орехов и фруктов. Ужин чемпиона – это вновь курица или рыба и салат из овощей с майонезом. Обычный тренировочный день Камару начинается в 6.30 утра. Боец плотно завтракает и к 8 часам отвозит дочь в школу. После он отправляется в зал и проводит двухчасовую тренировку. Следом боец делает перекус и восстанавливает силы. В 12 часов Камару забирает дочь со школы и направляется на обед. Около 4 часов чемпион отвозит дочь на секцию по гимнастике, потом забирает обратно домой, а после делает второй перекус и едет на вечернюю тренировку. После двухчасовой работы, примерно в 6 вечера, Камар ужинает и отправляется отдыхать. В свободные часы Усман любит гулять вместе с дочерью и зависать на развлекательных ТВ-сервисах. Примерно в 11 часов вечера чемпион ложится спать. Камар Усман пришел в ММА очередным борцом, но за годы одержимого самосовершенствования превратился в элитного бойца и лучшего полусредневеса UFC. Если в условиях сладкой чемпионской жизни нигерийцу удастся сохранить подобную мотивацию и трудолюбие, золотой пояс еще долго будет сверкать на его могучей талии. Если вам понравился этот ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться, а главное будьте здоровы и помните, настала эра ММА!